Привет, друзья! Привет! Сегодня с нами Мария. Очень рада! Очень нравится! И мы с ней разберём песню Un Dramito de Violetas Переводится как? Пупетик цветов. Каких? Пиалок. Песня очень классная, потому что она на отработку прошедшего времени. Для тех, кто знает про Терри, то... Инперфекта. Инперфекта. Инфинита чуть-чуть тоже. Обычно я её даю на занятиях, потому что это самая идеальная песня для того, чтобы не только поучить это время, но и для того, чтобы порассуждать. Чем мы сегодня и займёмся. Песня не только для изучения времени, но и для того, чтобы те, кто уже как-то говорит по-испански, могли попрактиковаться вместе с нами. И начнём, как всегда, с вокабулярия, который сегодня у нас в середине. Твой перевод, мои комментарии. Эра, сер... В этом времени. Глагол неправильный. Фелиз, счастлива. Эль матривонио... Брак. Брак или супружество и пара. А как будет жена или супруга? А если вместе, как пара? В паре. Да. Эль мисмо... Тоже самое, да? Тот же самый. Да, или такой же. И ещё это может... Или есть усиление. Например, здесь это... Эль михмо дэмонио, по-моему. Эль михмо дэмонио. Это как самый настоящий дэмонио, дьявол. И мне нравится, как в этой песне она произносит. Она поет эту песню с аргентинским акцентом. Она поет не мисмо, а михмо. Да. И некоторые песни вы дальше в этом можете услышать. Эль омбре. Мужчина. По-другому как? Человек. Ун поко де. Немного. Чего-либо. Чего-либо, да. Эль мальхэньо. Плохой характер. Да, да. А как просто хэньо переводится? Характер. Да, или гений. В данном контексте это с плохим скверным характером. Кехарся дэ. Жаловаться. Да. Возврат на кого-то, да. Фуэ. А вот как раз твое претередие в Витамида. Тот же сэр, да. Угу, как в другом времени. Угу. Переводится как? Есть. Был. Был. Прошедшим был. Тьерно. Тьерна. Нежни. Нежная. Дэзде асэ потужой сконката времени, да? Да. Например, дэзде асэ трэс дьэс стои намонада. Да. Или но комминьо. Ого. Ну вот. Я уже. Да. Или как Наталья Рейва сказала джа, да? Джа. Или еще бывает даже аж ща. 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 Щангизм. Я не понял, да? Мас де. Больше чем. Да. Здесь она поет как мах де. Мах де. Мах де. Ресибир. Получать. У них странно. Странно. Да. Если это прилагательное, это странно. А когда это существительное, это... Знакомьтесь. Именно. Угу. Жена наполнена. Не наполнена. Да. Поэзия. Поэзия. Стихи. Есть синолим. Стихи. Синолим. Стихи. По-русски? Нет. По-еспански. Versos. Versos. Да, точно. Devolver. Возвращаться. Возвращаться. Возвращать что-либо, например, книгу, библиотеку. А в данном контексте… А? Вогол отклонения. Ле han devuelto. Ему... Ей? Ей вернул. Да, да. Здесь может быть и ей, и ему. Просто по контексту будет и ей. La alegría. Радость. Счастье. Правильно, да? Escribir. Писать. Как она здесь будет? Escribir. El verso. Стихи тоже опять же. Dime. Скажи мне. Ага. А как сказать? Dime. Dime. Почему? Почему не Dime или... Imperative. Да, неправильный глагол Imperative. Но в Аргентине, кстати, могут сказать не Dime, а Dime. Dime. Мандар. Отправлять? Да. La flor. Цветок. La primavera. Такой красивый фон. Весна. Весна. Да. А как есть еще времена года? El autonio. Ага, осень. El autonio. El verno. Zima in verno. Y el verano. Что это? Нету. Скоро нету. La tarjeta. Это, по-моему, карточка. Да. Может быть любая карточка. Визитная, банковская. Кредитная. А как будет карточка, почтовая открытка? Una tarjeta postal? Да, а не просто una postal. Массажир. А вот, иногда. Да. И же какие синонимы сказал que иногда. А... Аuf... Ага. А algunas veces. А. Algunас. Весес. Часто. Мммм... Frequentemente. Да, да. Или конфреквенци, или а меду. Сонять. Мечтать. Либо спать еще. Велицо. Имахинар. Имахинарся. Представлять. Имахинарся. Представлять себе. Отлично. Акель. Какой-то. Тот. Тот. Указательное местомение. Далее. Тот. А если та? Акель. 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 Акель по-аргентински? Акель. 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 Эстимар. Ценить. Да. Здесь она и поет как. Эхтимар. Эхтимар. Обычно. Я забываю. Аргентинский акцент. Сэра мах бен. Сэра мах бен. Сэра мах бен. Был бы. Эта конструкция, которая еще с более высокого уровня, она означает что-то скорее всего. Сэра… это когда мы вводим гипотезу. Сэра лас синко. Сэран лас синко. Может сейчас часов пять. А маз бен это еще и усиливает эту гипотезу. Сэран маз бен лас синко. Сейчас , наверное, часов пять. Скорее всего, да? Да, да, да. La ternura. Нежность. А как прилагательная нежность? Tierno. Las manos. Руки. Sufrir. Страдать. En silencio. В тишине. Или по секрету. Mirar. Смотреть. Luego. Потом. Después. Callarse. Замокать. Al volver. По возвращении. Cansado. Уставший. El trabajo. По работам. Ир. Идти. Ехать. Разходить. Да. Ведеть. Вредить. Вредить. La mira de reojo. Смотреть. Искоса. Да. То есть, в данном контексте на нее смотрят искоса. De reojo. Искоса. А слово ojo, наверное, на глаз. Да. Reojo. Умножение глаз. Reojo. А, точно. Re contra re que te lindo. Re lindo. Re super. Re top. Re fashion. Ага. Decir. Говорить. Lo sabe todo. Все это знает. Да. Lo усиливает слово todo. Así. Так. Таким образом. Да. De cualquier modo. Каким-либо путем, способом. В любом случае. Да? Что-то я видео с репуталом. В любом случае, да? Угу. Ну, путем с послом тоже нормально. Давай. Элес quien. Он. Он тот кто. Да да да. Или именно он. La bla bla. Эль la amante. Любовник, да? Да. Любовница? Да. Любимый. Да да бывает аманты не в прямом значении, но это когда возлюбленный. Или любитель чего-то. Например, Pedro Almodóvar es un amante del buen vino. Yo soy también. Del buen vino. Sí. Vito o blanco? Ambos. Попробуем-ка её перевести. Итак, по строчке. В подвале по две строчки. Читаем и переводим. Я просто очень хочу почитать. Такая красивая эта песня. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Она была счастлива в своём браке, хотя её муж был тот же самый демон. Да, или сущим демоном. Сущим демоном. Tenía el hombre un poco de malgenio. Ella se quejaba de que nunca fue tierno. Имел этот мужчина, усиление, поэтому наоборот поменял. Немножко скверного характера, ну совсем немножко. Она жаловалась на то, что он никогда не был ниже. Вот уже... Ага. Вот уже... Ага. Получает. Получает. Получает письма, это не знакомо. Получает. Получает письма, это не знакомо. Странно, да? Странно, да? Era feliz. И в то же время, не al devolto la alegría. Ага. Ну, значит, не так. «Feliz» как пишет первая строчка. Да, да. Кто же писал тебе стихи, скажи мне, кто это был? Кто же посылал тебе цветы весной? Очень красивое окончание. «Ia», «abba». Если вы видите окончание с такими окончаниями, то там бывает же «se», «en» добавляются разные. Это 100% imperfecto. Очень красивое время. Я именно после этой песни стала обожать это время. Не знаю. Стала как запало мелодичное. Да, да, да. Еще и песня такая попалась, и все. И уже не киндефинито там, плюс к вам «perfecto» даже близко не стояли. «Когда 9 ноября, como siempre, sin tarjeta, te mandaba un ramito de violetas». De violetas. Она просто поет так. «Como siempre, sin tarjeta, sí, te mandaba un «jum», почему-то «jum» ramito de violetas. Она «sí» какие-то там добавляет. Ну, это видимо так, просто прикол. Она просто спрашивает сам себя «sí, не так ли?». Который, кто каждое 9 ноября… Обратите внимание, 9 ноября, строчкой выше – это весна. ¿Por qué? Потому что в Аргентине все наоборот. Когда у нас весна, у них осень. Когда у нас лето, у них зима. Поэтому для них ноябрь – это весна. Самый разгар. Как всегда, без карточки или как всегда, без визитки, тебе посылал букетик фиалок. Угу. Меня ты посылал каждую весну. Ну хорошо, я запомню, запишу. А в эти sueня, Эйжа, и се и махина, Кому сера а кем, ке а Эйжа, tanto эстима. Угу. Иногда она мечтала и себе представляла… Сейчас, мечтает и сейчас представляет. Точно. Какой же был бы тот… Да, вот. Видите, как хорошо Маша увидела сразу, что сера в будущее время это не будет, а в данном случае это предположение. Каким мог бы быть тот, который ее так ценит? Угу. Сера маз бен. Сера маз бен. Омбре де перлокано. Сонриса вьерта и тернура инсуфманус. Сколько красивых слов в одной строчке. Угу. Скорее всего это мужчина с седыми волосами. Сонриса – улыбка. Аверта – открытая. С открытой улыбкой. И тернура инсуфманус. И нервностью в его руках. Киен сера, киен суфре инсиленцио, киен пуэле сэр су амор секретом. Угу. Тот, кто был бы… Кто может быть тот, кто… Кто может быть страдает в одиночестве? В тишине? Чуть-чуть по-другому. Киен сера – это вопрос. Кто бы мог это быть? Тот, кто… Следующее слово – это тот, кто страдает в одиночестве. В тишине. Ой, в тишине, да, по секрету. Кто… Тот, кто… Это вопрос уже. Продолжение. Кто может быть… Кто может быть… Кто может быть ее секретной любовью… Тайной любовью. Угу. Эйся, que no sabe nada. Mira a su marido y luego se caja. Она, которая ничего не знает, смотрит на своего мужа, а затем замолкает. Как будет молчать? Просто молчать, не замолкать. Каяр – кого ты затыкал. Ну и, конечно, вполне возможно, кто изучает язык, слышали эту ставшую уже легендарную фразу короля Испании, когда… Или угочавися к королю, или короля к Угочавися. Почему бы тебе не замолчать, почему бы тебе не заткнулся? Почему бы тебе не заткнулся? Твоя очередь. Первая строчка чуть-чуть отличается от предыдущей, потому что добавляется слово «ни-не» в припеве. Девочка. А так припев тот же самый. Поэтому мы его пропускаем и переходим к развязке. Угу. То есть, куплет. Да. И cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo va y la mira de reojo. Каждый вечер, по возвращении ее муж, уставший с работы, смотрит на нее… Угу. …но dice nada, porque él lo sabe todo. Ella es feliz así… Ой. Ella es así feliz de cualquier modo. Ничего не говорит. Он не говорит ничего. Потому что он знает все. А она таким образом счастлива. Ты думаешь, она молчит что ли? Потому что… В любом случае. Да. Ну ладно. И дальше. Ааа. Porque él es quien le escribe versos? Él es su amante, su amor secreto. Ага. Потому что он… Тот, кто пишет ей стихи… Ммм, какая развязочка. И он ее… Ну, может я себе… Любовник. Любовник. И ее тайную любовь. И опять же. Ella no sabe… Ella que no sabe nada. Mira su marido y luego se cae. И она, которая ничего не знает, смотрит на своего мужа и замолкает. То есть она так и не поняла, что это ее мужа? Да. Очень интересно. Как тебе песенка? Ммм… Очень хорошая. Немного со странностями, да? Зато очень история есть даже. Развязка. Да. Не, на самом деле очень красивая песня. Мелодичная. И пела… Она в Москве на концерте. В таком красивом платье. Еще там говорила, говорила, но ну все. Bueno. Давай немножко поговорим по-испански. Поотвечаем на некоторые вопросы по поводу этой песни, которая находится здесь. Да. А что сейчас… Как вы думаете, почему это стало эти anderes в этом сцене? Вот это только не так смmaking. Мне не… которые вы представлены. Него не было что? Ох… Но почему entonces мужик не мог бы сказать его мужик лицо, что он любил, что он любил, что он любил? Не знаю, я думаю, что есть мужчины, которые не могут представить их любовь лицо 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 лицо. И для них это более комфортно делать вещи как это, секретные вещи, чтобы сделать его мужик счастлив. Но она не была счастлива с его мужик, но не с его мужик. Да, это немного странно. Не знаю, я думаю, что мужик хотела сделать что-то доброе, что-то красивое для него. Но я не смогла сделать это, но я не смогла сделать это. Это немного дар, но красиво. Да. 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 Да.